Скандальная ситуация сложилась с одними самолетов, которые выполнял частные рейсы и летел из Еревана в Кишнев. Здесь из-за отсутствия авторизации воздушному судну запретили сесть, поэтому пришлось приземляться в Бухаресте. Впрочем, просто так все не закончилось. Уже в аэропорту Отопень появилось сообщение, что самолет якобы заминирован. При этом сообщается, что в нем летели участники политического съезда, организованного в Москве, и Ереван был транзитным аэропортом. Судно проверили и по процедуре отправили обратно. Депутат Марина Таубур утверждает, что на борту самолета находились участники съезда блока «Виктория Победа», который прошел несколько дней назад в Москве. На появившихся в соцсети кадрах видно, как сотрудник аэропорта Отопень пытается объяснить возмущенным пассажирам причину, по которой они приземлились в Бухаресте. В органе гражданской авиации утверждают, что оператор не выполнил правила согласования чартерного рейса и самовольно вылетел в Кишинев без авторизации. Оператор не уведомил орган гражданской авиации о безменении расписания за три дня, как того требует закон. В результате, этот рейс не получил необходимого одобрения и приземлился в аэропорту Бухареста, который был назначен резервным аэропортом. Гендиректор молдавского авиаперевозчика заявил нам, что не знает, было ли у воздушного судна разрешение на полет, поскольку его эксплуатировала дочерняя компания из Армении. У этого самолета есть контракт с компанией FlyOne Армения, и этот рейс был чартерный, заключенный по контракту с туристическим агентством. Насколько я понимаю, с того, что нам до сих пор говорили, возможно, были допущены ошибки, но у нас нет никаких документальных подтверждений относительно документов, свидетельствующих об авторизации этого рейса. Вскоре после того, как судну разрешили сесть в аэропорту Отопень, румынским властям позвонили и сообщили, что на борту самолета бомба. Для управления ситуацией и обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников в воздушной гавани к месту были отправлены несколько антитеррористических отрядов, пиротехники, полиция, пожарные скорые. Сообщение оказалось ложным, но правоохранители допросили четырех пассажиров. Всего на борту находилось 179 человек, большинство — граждане Молдовы. Субтитры создавал DimaTorzok